Двое украинских военных были ранены сегодня. К счастью, пока обходятся без погибших. Боевики продолжают наращивать активность. Кроме стрелкового оружия и минометов, террористы используют ГРАД, установки ГРАД и Ураган. На Востоке постоянно находится несколько моих коллег. Сейчас с нами на связи Руслан Смещук. Руслан, здравствуй. Где побывал сегодня? Расскажи, что видел. Наталья, сегодня мы работали в районе поселка Крымское, 31-го блокпоста. Это так называемая Бахмутская дорога, одна из самых горячих точек зоны АТО. Сегодня передовые позиции для журналистов были закрыты. По данным радиоперехватов, после вчерашнего уничтожения разведиверсионной группы ЛНРовцев украинскими силовиками, боевики готовились нанести ответный удар из артиллерии. И ГРАД вообще в этом районе боевики достаточно активно используют тяжелое вооружение. Вчера они выпустили 12 ракет по поселку Нижняя, и снаряды взрывались прямо во дворах и домах мирных жителей. Раза три-четыре ударило, да? А потом выхожу сюда в коридор, мне показалось, что крыша поднялась и бахнула. Вот тут душ был, с душа бак, там такой толщиной в палец. И перелетел через крышу и лежит аж на той стороне. Один из снарядов пробил стену многоквартирного дома, когда там находились люди. Ракета прошла сквозь пол и застряла где-то в фундаменте. Ее до сих пор не извлекли, военные говорят. Если бы боеприпас детонировал, были бы десятки жертв. Я лежал в этой спальне. Бабушка 85 лет лежала здесь. Полетели стекла, хлопок. Сейчас приедет бригада, которая будет заниматься разминированием. Это тяжелая проблема, больная проблема. Будет тяжело его туда извлечь. Взрывать его здесь нет возможности, потому что в доме проживает еще 42 семьи. И вот пока мы находились там, услышали, как вдалеке начали работать грады боевиков. Но это не был обстрел 31-го блокпоста или позиции украинской армии в Крымском. Это были междоусобные разборки между разными группировками ЛНРовцев. Вот военные рассказали нам, что уже в течение полутора недель, примерно после ликвидации одного из полевых командиров Бэтмена, своими же соратниками, что ли, вот такие междоусобные разборки там происходят едва ли не каждый день. Вы сейчас слышали артиллерийские и стрельбу, но я могу сказать 100% что на нашу сторону снаряды не ложатся. В последнее время очень часто участились случаи, что идут разборки между усобицей в своих там подразделениях. Не делят территории, не могут разобраться, потому что начался у них очень сильные хаотические движения. Люди, которые живут там, живут уже в течение многих месяцев в условиях постоянных боевых действий, в условиях постоянного отключения света. И вот они уже устали от всего происходящего и хотят только одного, чтобы перестали стрелять. Мы хотим мира все же. Сердце заходится опять надо уколы колоть. Ну зачем это нам? Наталья, ну вот таким мы видели сегодняшний день в зоне проведения антитеррористической операции.